Доброго времени суток, дорогие милые люди! Очень рада вас приветствовать на очередном групповом сеансе. И сегодня у нас эволюционное развитие по вертикали человека, да, и тема отражения себя и мира. Почему я затронула эту тему, она очень актуальна, чтобы люди сейчас могли осознать некоторые моменты, почему у них идет сегодня с такой скоростью вибрационная несовместимость, разделение с людьми, то есть ломается дело, ломается в кавычках, да, то есть разрушаются семьи, да, то есть разрушение семьи, да, ломается сознание, состояние неспокойства и тому подобное, все это, все это септоматика, это можно с утра до вечера перечислять все, не, 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 и только за немного, всего тысячу и одну ночь. Вот, поэтому вся эта септоматика перечислена, это именно переходная стадия, это достоверный факт, и я думаю, что все, кто давно развивается, кто в середине развивается, это поддерживает, правда, что это переходная стадия, именно смена эпох, смена эволюции, смена с прежнего на нового человека, и это очень приятно, что есть возможность просто взять и выпорхнуть через те окна, на которые мы сами себе, окна преград, которые мы сами себе строили по своему несовершенству, по своему эволюционной недозрелости и по многим факторам, поэтому мы попали во время перехода в самый цикл, вот, смотрите, вот все, кто сидят, у всех почти средний возраст, есть молодежь, благодаря только вот тому, что средний возраст людей начал развиваться и передал это своим детям, понимаете, о чем разговор, значит, этот средний возраст, это не молодые приходят у нас, у нас среднего возраста приходят их родители, понимаете, то есть дождались такого момента, когда зрелость пошла, я имею в виду и физическая тоже зрелость, потому что слово опыт, это как раз то слово, которое применяется людьми по своему духовному несовершенству, вот, во время перехода опыт, это как смерти подобно, вот честно, знаете почему, потому что опыт, он ассоциируется еще с многими пониманиями, то есть нужно набить шишек, приобрести опыт для того, чтобы потерять время, энергии, бесценное, которое не оценить ни одними деньгами, бесценное то, что у нас сегодня есть, это время, энергия, за которую мы подготавливаем свое физиологическое тело именно к глобальному переходу, и этому, я думаю, мы несказанно рады, и на том занятии, я помните, говорила об эволюции человека, то есть слово эволюция, удалось ли вам за неделю применять это слово, почаще, правда же, толчок прямо дался такой, ну вот видно, вашему мастеру нужно постоянно давать толчок, волчок, да, но на самом деле результат видели, вот честно, только кто не видел, ничего страшного, это тоже результат, только потому, что вы еще не дошли до этого момента своего перехода, понимаете о чем, судьбоносного момента, и вот когда вы будете все-таки проговаривать фразу, я вот, например, на благо эволюции моей души, да, то есть вы прямо вот работаете на грядке, сейчас же майские, да, и, конечно, все выезжают на грядки, вы работаете на грядках, и вы говорите, что вы увеличиваете свою эволюцию на благо своей души, своей составляющей, и своими словами, и чем чаще вы говорите, тем больше поддержка, значит, что делает в этот момент само слово, потому что оно запитано очень высокими энергиями, да, что оно делает, оно вас подтягивает, подтягивает просто, это ваш ориентир, это ваш компас, потому что увеличение божественно-святой любви, смотрите, мы хорошо освоили, да, то есть она уже клетка разговаривает, спишь, и уже эта благодарность идет, да, создателя, себе, миру сущему, то есть оно уже непроизвольно, тело начинает вырабатывать именно эти энергии, сначала была стадия словами, да, вот здесь вот у нас словами мы приучали, приучали себя словами за, как запитать физиологическое тело именно для того, чтобы ориентир в духовном перерождении произошел, потому что раньше, когда вы пришли только каждое, да, никто же этих слов не говорил, согласны? Вообще-то они далеки были, все знали о мироздании, все что угодно, да, то есть начитались, всего-всего, но никто это слово именно не вымолвил, то есть не вымолвил даже, ну там где-то, может, проскользнуло где-то как-то, но неосознанно, согласны? И когда шаг за шагом вы начали подниматься, именно поднимать себя, сначала было слово здесь, здесь это вот переход для вас, я сейчас, почему, много новеньких сегодня в эфире, вот, переход, то есть вот эта прослойка живет только словами, вот это, здесь только слова, представьте, почему? Потому что вибрация, вибрация еще не подготовлена по энергиям физиологическое тело, и поэтому человек, вот этот этап, он обучает себя говорить словами, потом будет этап, когда вы уже начнете это чувствовать еще больше, больше и больше, вот здесь уже работает чувство человека, потом дальше вы идете, идете, вот здесь уже работает мысль человека, смотрите внимательно. Опять идем, идем, сегодня с Максимом читали марафон «Весь мир на моей стороне», и как раз мы вышли на состояние беспристрастности, да, за собой и миром, это высший пилотаж, граничащий, граничащий, вот здесь вот беспристрастие пусть будет, вы поняли мысль, да? Еще если у человека присутствует мысль, значит, у него присутствует зависимость от ума. Сейчас мы разберем слово «эволюция» как раз по этой схеме, чтобы вы поняли. Здесь уже идет беспристрастность, оно входит в состав Божественной Святой Любви, но это этап перехода. Это этап перехода вот здесь вот, смотрите, это мне попросили просто говорить, дайте схему, ну вот схему приходится давать, вот, потому что уже, уже вот на моем этапе развития и на многом этапе, который вы подготовлены, те люди, которые давно, вот, мы уже телепатически должны общаться, я имею в виду в плане, уже вот это просто чувствовать, и все, и больше никак. Здесь вот только начало чувств, понимаете, оно же постоянно растет, все, что здесь проговаривается, оно растет и имеет мощь. Так вот, беспристрастное наблюдение за собой и миром приводит человека к всепринятию огромному просто, да, смотрите, и мало того, это всепринятие дает возможность человеку быть в прозрачности, это состояние, потому что у нас сейчас нет возможности, чтобы мы могли с вами перечислять именно тысячу чувств, вот в этой уникальной книге они как раз все прописаны, что минус, что плюс, вот, книга называется «Мудрость нового человека», вот, именно прописано, но обобщая уровни, поскольку сейчас тема совершенно другое, да, это вам все для понимания людей, чтобы вы понимали, вот здесь вот прозрачность, и вы осваиваете, вот сейчас каждый из вас, смотрите, ребят, задайте себе вопрос, на каком вы уровне по вот этим действиям, сейчас мы считали объемы, согласны, Владимир Иванович? Считали объемы, а сейчас мы должны пройти, это считайте, как чувственный уровень работает, как вы думаете, на каком вы, определитесь для себя, подождите, вы определитесь для себя, вот здесь вот этап, да, если разбирать, здесь работают слова, здесь работают уже, чувственный уровень начинает расти, здесь работают мысли уже, по мыслям получил, по мыслям получил, смотрите, здесь работают вот эти состояния, здесь нету мыслей, вот в этих состояниях мысли полностью отсутствуют, то есть здесь вы действуете и создаете, все, вот это была подготовка, 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 У многих будет так, слова, чувства зарождающие и мысль. Согласны? Вот сидящий в зале. Вот, все, ребенок кивает, значит, истина. Вот ваш этап, сюда еще, это для вас ориентир. Так вот, эволюция работает точно так же, это не слово работает, это ваш ориентир. Он работает, вот здесь вот он говорит вам, я здесь. То есть вы себе даете запас и вы себе даете возможность вот к этому стремиться, потому что сколько бы я вам не рассказывала, что такое высокие измерения, вы должны это почувствовать. А сильные чувства ваши, мощные, работают без состояния мысли, без слов и только в состоянии вот в этом входящие в божественную, святую любовь. Это так, чтобы не сократить время, это тема не одного года. Понимаете о чем? Поэтому, когда вы хотите сказать какие-то слова, стоп, замри, все выучили, переключалку выучили, вы сразу себя приучите тело не говорить, а сразу делать. Вот этот этап восхождения у вас как раз и идет подготовка к действию. Намного стало легче менять реальность с низкой на более высокую. Прям замечаете это, да? То есть состояние только упало. Вот когда оно здесь падало раньше, в прежнем, там реальности так не работали. Вот сейчас, если вы находитесь вот на этих уровнях, реальности так не работают. А вот когда вы находитесь на этих уровнях, реальности срабатывают что? Мгновенно. А там уже дальше, послушайте, вы уже вообще их не меняете, они у вас идут автоматически только в рост. То есть как скоростной лифт вас поднимает, поднимает, поднимает. И вам уже не надо мысли, не нужны слова, ничего этого уже не нужно. То есть тело приучено и подготовило себя к действиям. Вот чем мы сегодня вместо дачи занимаемся. Это полное вложение капитала в себя, любого капитала. И нет такой на земле валюты, которая бы могла заменить эволюцию для души. Эти шансы все, понимаете? Это же шанс. Ее просто не существует, таких богатств на земле. Вот чем сегодня нужно заниматься. Значит, смотрите дальше, идем дальше. Поскольку идет смена эпох, вот. У нас земля, когда, давайте 3000 лет тому назад возьмем, просто, чтобы сейчас вам сказать аналогию. Развитие шло, людей, естественно, все говорили о любви, было, но плотность такая была, вращение самой планеты было очень медленное. То есть она шла свои цикличные, у нее же тоже эволюция, между прочим. И она шла, знаете, как, вот так размеренно, размеренно, еле-еле переворачиваясь с бок на бок. Это я утрирую, но это так. У нее такая скорость, потому что в связи со скоростью сегодня, в 2022 году, это были две разные земли абсолютно. Естественно, человечество, пребывающее, сейчас о нашей планете, пребывающее на планете, то же самое соответствовало по эволюции на этой планете. То есть способность любить была вот такая, которая вращалась земля, смотрите внимательно, на которой вращалась земля. Иначе, смотрите, не было бы притяжения человека и земли, потому что земля дает основную энергию человека, это жизненные силы. Высшая, высшая энергия, это дает именно человеку душа. Давайте так сейчас. Так вот смотрите, вот это проворот ее медленности, да, соответствовал эволюционному развитию людей. И смотрите, поскольку сегодня скорость земли начала брать курс огромную, я считаю, огромную, потому что у нее ежедневно проходят очень большие громадные толчки, энергетические колебания называются. То есть у нее меняется все, не только информационное поле, у нее меняется все, что с ней только связано с планетами и далее, далее как составляющие притяжения. И сейчас, смотрите, с такой скоростью, которая идет, естественно, человек, который находится в трехмерном мире, он по сознанию даже, не успевает энергетически за ее скоростью, абсолютно, у них большой разрыв, огромный разрыв, огромный разрыв, и смотрите, и не успевает, естественно, для эволюции своей души. Почему? А потому что если бы она сейчас замедлила скорость, да, на всякий случай, так вот взяла и остановилась, как 3000 лет тому назад, то тогда бы сознание трехмерного человека, оно бы было готово вскочить на этот эволюционный лифт, я уже не знаю, какие слова подбирать, но мне приходится, понимаете, о чем я говорю? То есть ей нужно тогда снизить скорость колебания энергетического вращения, а это невозможно ни по каким хотелкам человека, да, то есть чтобы человек трехмерного сознания смог перерасти ее, вы понимаете, о чем я говорю? Вот почему сегодня так ломается, искажается сознание людей, скорость Земли превышает, ну в миллиарды это даже ничего не сказать, гораздо больше вращений световых, вот именно, уже другие объемы, чем находится в колебаниях человек. А почему он находится в этом? А потому что сознание не успевает перестроиться, человек кидает зло все с большей, с большей скоростью в себя, то есть он его не вытаскивает, а вот туда за это. Смотрите, когда такая разница вибрационная огромная между человеком и Землей, то получается так, значит, человек должен вырасти, обогнать Землю, да, и быть над ней энергетически, для того, чтобы она могла гармонично дать ему жизненные силы, а под этим процессом скорости вращения Земли темная часть человека, неотработанная, естественно, где он отработает, 3000 лет даже шли и не могли отработать, это же по поколениям все передается, смотрите дальше. Так вот, оно никак не выдержит именно вот этой скорости, и зло что начинает? Зло начинает активно проявлять себе в человеке. Вот почему сегодня такая, как вам сказать, несовместимость с людьми, потому что одни колеблются на одних диапазонах, другие на других. Вот почему сегодня это невозможно склеить, никакой язык не поможет, кроме языка любви. Вот я о чем, и смотрите дальше, сознание с космической скоростью не дает перегнать, не дает, вот здесь вот слова говорим, на словах живем, понимаете, вот он переход, на словах живем, то есть если человек проговорил слова, а они не исполняются, и даже если где-то исполнилось, там нет мощи, чтобы это сработало. А смотрите, новый человек, он не только проговаривает, он просто создает это, все. Вот сегодня, вместо дачи, мы создаем свою новую реальность, именно здесь и сейчас. Еще раз повторюсь, вот это никто не учитывает, что Земля живой организм, и что она идет по своей траектории развития, эволюционной траектории. То есть все думают, что вот здесь я стою, вот здесь ничего подобного, она скидывает очень на уровне сознания сначала. Вот это несоответствие сегодня дает то, к чему мы сегодня пришли в мире, и это только начало, начал. То была подготовка, понимаете. Вы видели, да, то есть коронавирус как возник, так и утих, якобы утих. Здесь то же самое, как что-то возникло, какое-то событие, оно затекает и перерастает во что? В более уязвимое. Почему это? Никто не думал? Чтобы визусть в предыдущие события. А чтобы человек начал, или он идет в страдания, свой выбор, как раз вот здесь работает выбор. И вот его животное сознание, понимаете. А он не может это зло, еще раз, чем больше отрыв от земли, тем активнее зло в человеке. Это естественный переходный момент. Вот ко всем обращаюсь. Естественный, с ним нужно просто работать. Вот как зубы чистим, как пищу готовим, как это. И здесь то же самое, мы практикой, мы просто работаем с собой. Конечно, есть устремленность, потому что слова, слова, да, почему люди не могут различить своей духовности. Мы же, говорят, говорим о свете и о любви. Я говорю, именно, что вы только говорите. Вы как бы мимо, мимо себя идете, понимаете. Вот так вот мимо, мимо, мимо. Вот, да, человек. Зло быстрее сегодня, еще качок земли энергетический, да. Зло еще активнее забирает своих. И вот здесь происходит разделение реальности и вибрационное несовместимое. То есть вы не сможете общаться с человеком, который находится в низком сознании. Просто вы не поймете друг друга. Я вот пришла вчера, и я поняла, что я не могу объяснить. Это при очень красноречивости. Я не могу объяснить, потому что это касается цифр. Стоп. Я здесь поняла, что я сейчас теряюсь. Понимаете, цифр. Конечно, поддерживать себя – это наша прямая обязанность, потому что эти ситуации, знаете, как, они даже по-глупому как-то выглядят. Дело в том, что каждая сторона будет думать, что один глупее другого. Это здесь уровень сознания. Поняли? Вот здесь срабатывает уровень сознания. И вот чтобы не разделились люди до конца, а этот будет происходить процесс, они разделяют, они сегодня формируются по вибрациям. Хобби уже не работает, увлечение тоже. Как-то они склеивают, но один другому позавидовал, все, хобби не работает. Понимаете? Работают одинаковые энергии мышления, сознание, работают одинаково. Поэтому каждое разделение друг для друга. Но я хочу еще основное донесение до вас донести, чтобы вы понимали, что любой скачок земли активизирует зло в человеке, и человек обязан просто для того, чтобы выйти для себя на эволюцию, для реального просветления, о котором он говорит. Но это не происходит. Вот это вот сегодня задача всех духовных людей, которые хотя бы устремлены. И даже вот выступаешь где, да, ты видишь, что люди тебя не понимают. Тысячи людей сидят в эфире, и они тебя не могут понять, как будто ты разговариваешь совершенно на другом языке. Эта тема очень актуальна. А ты не разговариваешь на другом языке. Тебе кажется, что ты разговариваешь на простом языке. Что же вы так, Светлана Владимировна, сложно говорите? Я говорю, это сложно для вашего ума, но для сердца вашего это отличный язык, который люди понимают. Понимаете, сердце работает, не голова работает. То есть все с ног на голову во время перехода. И вот это обновление, еще раз повторюсь, для одних это разрушение, для других это обновление, выбор за вами. И основное донесение. У нас же проект с вами «Человек, земля единая». То есть это, представьте, какая масса людей должна в этом проекте вписаться энергетически. Пусть даже многоуровнево, но энергетически. Тогда люди поймут, что это на самом деле единое. И тогда люди поймут, что когда во внутреннем мире полыхает вот это вот костер зла из зла, еще раз, в зло входят все негативные проявления человека. Осуждение, обиды, несогласие любое. Мир не только на грани войны, мир же на грани. Несоответствие друг к другу, понимаете? А человек – это божественное создание. Как? Он же создан как единый организм. Что с этим-то будем делать сегодня? Если перестреляют друг к другу, это еще полбеды. А вот если с планетой что-то случится, вот здесь беда. Потому что это коснется всех абсолютно. Понимаете, о чем разговор? И любые призывы, любые… Я говорю, вот смотрите, причем те люди, основное донесение, которые были добрыми, каким-то чудом уцелели там, сегодня впадают в те состояния, которые от их добра уже ничего не осталось. Только из-за того, что идет разница энергетическая с землей, с планетой, чьими энергиями они кормятся. Понимаете? А человек должен создать… Нет, не землю пахать, нет. Нет, это выживаемость, это выживаемость. Слышите меня? Это просто животная пища. Подождите. А он, значит, должен… Что сделать? Он должен войти в такие состояния, чтобы эта пища не тяжелым трудом добывалась, а более легким. То есть вот это новые возможности. Добиться в прежних состояниях этих возможностей. То есть многие еще говорят, ну вот мы жили, там 30 лет пожили, у нас все нормально. Нету такого человека, чтобы душа ему не говорила, эй, стоп, я здесь, я иду на эволюцию, ты что там делаешь? Сущности облепили это тело и кормятся любым. Сущность эго, она же самая… У нас в группе то же самое идет же, понимаете? Она изворотливая, и ее уловить человек сам не может просто. Она очень изворотлива. Она такие вещи шепчет, что человек говорит, вот она, душа говорит. Я говорю, да вы точно знаете, что душа говорит? Любые обличия одевает зло, понимаете? Любое, лишь бы взять что? Источник, энергию. Вот почему столько ошибающих людей. Одна ошибка стоит не одну тысячу лет воплощения. Представьте, одна сегодня ошибка. То есть времена стали, знаете как, серьезные. Они не стали, знаете, пошучу, побалуюсь, попорхаю. Нет, нет, для высокоразвитых людей это времена серьезности. Вот это глобализм, почему? Потому что они по-другому не могут мыслить. Сегодня в опасности сознание людей, вот так вот оно ведет себя, оно просто не то что искажается, оно просто ломается. Еще скачки будут приводить человечество ту часть, которая не успела себя подготовить к совершенно другим событиям. И эти события нелицеприятны. Невозможно в таком переходе удержать сознание чистым, когда человек туда бросает и бросает, как в топку, осуждение, обеды, борьбу, все, что разрушает человека. И он думает, что это его привычный мир. Ему там шепчет, это твой привычный мир, ты что должен менять-то? А когда мы должны менять, когда страны уже все друг от друга отделены, понимаете, да? Мир, ну я думаю, вы новости смотрите, я не хочу это повторять даже. Несогласованность людей огромная, это уже не только в России, или на Украине, или в Америке. Схема работает, понимаете, перехода. Вы должны изучить этот процесс в себе. То, что сейчас кто успел себя подготовить, и ему легко жить, и таких людей единицы. Основная масса живет так, как живет. Но год тому назад зло, послушайте, и сейчас это два разных снаряда, как я говорю, понимаете, внутренних эволюционных снарядов. Это два разных совершенно момента. Скорость настолько увеличена. именно, оно вот так говорит, эй, обладатель тела, посмотри, я здесь. Ты не хочешь со мной сработать? Что ты меня туда опять толкаешь? Понимаешь? Это любая душа будет стремиться к эволюции. Любая, абсолютно, любого человека. И все, с самого низкого эволюционирует на самое высокое. Смотрите дальше, что идет. Если бы, еще раз повторю, вы не уловили один момент. Я вижу, что вы его пока это не хотите улавливать. Потом, завтра, может быть. Если скорость Земли сделать хотя бы до 2012 года, у человечества был бы шанс, послушайте, вскочить в этот... Последний поезд. Последний поезд, да, он не последний, конечно, он состоит из отсеков. Но именно в последний вагон для того, чтобы подготовить тело именно к любым событиям, к любым измерениям более высоким, да. Потому что в низких они уже были. И методом сравнения низкие реальности, наша жизнь, прошедшая в них, ну, согласитесь, она была разной. Но все равно то сознание, которое сегодня, как богатство, находится у вас, уже у людей более-менее устойчиво в своем развитии, или хотя бы векторе развития. А стадию определите сами. Определите. Кто не сможет на индивидуальные приемы, я вам подскажу. И смотрите, с этой скоростью, вот ее, как богу взятку не дают, да, вот и ей ничего не дашь. Представьте. Вот этой скорости перехода ей ничего нельзя дать. Ни дома, ни деньги, ничего абсолютно. Вот почему человек делает вложение в себя. Именно вложение своего времени, энергии. Он знает, что он получит вот в этих состояниях. Он не только знает, он обучает себя создавать именно, не только в состояниях, а вот такие реальности. Значит, на этих стадиях, где работают слова для человека. Потом, когда вы еще подрастете, вы будете понимать, что такое жить словами. То есть говорящие только. Действия нету, понимаете? И сколько бы они ни говорили, у них материальный мир показывает их несовершенство. Вот это большинство людей сегодня, это стадия эволюционного развития человека, живущего в трехмерном пространстве, и которое сегодня готовится только-только. Вот здесь вот они что-то начали задумываться. Потому что если человек испытывает страх, он никогда не перейдет на высокую реальность. Он будет себя в связи со скоростью Земли, смотрите, он будет опять опускать себя до самого, даже туда, это сейчас, даже туда, где он никогда и не был раньше. Это сейчас очень актуальная информация. Почему? Вот то, что происходит в вашей жизни, именно вы расцениваете падением, это абсолютно верно. Почему? Потому что несоответствие человека и Земли дает возможность этому злу утащить вас, именно это сущности делают. Именно вот сюда вот, то, где ваша жизнь уже кажется адом. потому что вы ее сформировали своим духовным невежеством. смотрите дальше. Да, конечно, кому это понравится, признать это в себе. А другой выход какой? Потому что одна часть работает с собой, а другая часть хочет прожить, якобы, знаете, так. Да ладно, подумаешь, я там 70-80 умру. А то, что происходит, что мы в одной лодке сегодня на планете живем, об этом вообще никто не думает. Лишь бы там, на участочке все будет нормально. Участочек никогда вас не спасет. Ни от военных действий, ни от коронавируса, ни от скоропостижных смертей, ни от чего этого не спасет. Понимаете? А внутреннее развитие именно и спасет. Так вот, почему вот сейчас между путем так застряли люди? Эти устремлены словами, а энергии не хватает сделать это. Понимаете, о чем разговор? Энергия, на все нужна энергия. А почему? А потому что любое несовершенство человека и степень зла, вся энергия уходит на это. Скорости же увеличились тоже. Понимаете? Что в плюсе увеличились скорости? Что в минусе? Вот сознанию пришло сегодня очень туго. Людскому сознанию. Оно полностью находится у многих под управлением. Пиаджини, технократ или... А это не имеет значения. Ответственность за все несет сам себе человек. И мы должны это осознать, понять и действовать. Не работают сегодня слова. Все. Время слов закончено. И когда говорят, то, что было на Руси, там, сколько-то там, тысячи лет, вы просто себя делаете, это, живыми трупами. Почему? Потому что сейчас неважно, сколько было, чего и у кого. Сейчас важно, как вы эту информацию вырабатываете в себе, которая вас все больше и больше тащит куда? Вниз, правильно. В инвалюцию. Понимаете? Потому что это уже достоверный факт просто. отражение себя. Значит, вот эти этапы, где работают слова и весь трехмерный мир. Смотрите, этап эволюции вашей был таков. то есть здесь все, что человек вырабатывает из себя, да, вот это вот промежуток эволюции вашей, все, что он вырабатывал в отношении с собой, такое было отражение, да, то есть такое было отражение. То есть человек вырабатывает эти колебания, отражение – это материальный мир. Понимаете? Так вот, это достаточно низкое развитие, понимаете? То есть что выработал в себе, то и получил ту реальность. Сейчас это многие все осознают. Но она работает на определенной частоте. Это реальность. Понимаете, о чем я рассказываю? Вот почему осложнилось между путем. Потому что люди, они же проговаривают словами, у нас нет лет. Если вот два-три хотя бы, все новенькие, они практически благодарность не могут выговорить. Им нужно читать, хорошо, даже читать. Они все равно запинаются. То есть вибрационный ряд высокий, и человек не подготовлен, естественно, он не будет. Но годов-то у нас уже нет, как в 12-м году было. Скорость огромной земли нас подталкивает к стремительным действиям. Садитесь день и ночь и читайте, как очень наш. А то и лучше. Почему? Потому что благодарность, она дает вам повышение в вибрации, в ваших энергиях. Она работает сама по себе. Вы ее создавайте, там переставляйте, кроме иерархии. Вот. Вот почему приношу великую любовь и благодарность, люди тоже запинаются. А потому что у них проблемы. Они еще живут на уровне слов. То есть плотный ряд. Это я тем, кто про звук говорит мне. Понимаете, сейчас переворот, конечно, сознание будет кипеть. А как по-другому? А вот когда вы начинаете раскрывать чувства, вы даже заметили, что вам нравится молчать. Да? Хочется прямо молчать. Это уже здесь, Лена, на уровне мысли хотя бы. Вот. Я же вам этапность говорю уже с разных углов. Вот. И вы вдруг заметили, что вам все больше и больше хочется молчать. А почему? А потому что уходит суета. Уходит. Слова достаточно вибрационные. Что вы, на каких вы колебаний находитесь, такие колебания вкладываются в слово. Почему у нас информация работает как бы якобы, якобы, сама за себя. То есть взяли практику, и она уже работает, помогает энергии. Это же не так, это все привязывается. То есть все, что ты выпускаешь в мир, это идет энергетическая информационная привязка. Так работают и минус, так и работает плюс. У минуса сила, у плюса мощь. И здесь сколько бы вы не проговаривали. Почему? Потому что отражение ваших колебаний низкое. Значит, эти реальности, эти события вы сделали уже по своему несовершенству, и с ними мужественно начинаете, что кто-то борется, кто-то там принимает какую-то маленькую тольку, потому что все принятия находятся вот здесь, вот в этих состояниях. Когда ты знаешь, как живет, по какой схеме все человечество, все мироздания, вселенные, галактики, ты это внутренне знаешь, ты не читаешь это, ты внутренне это ощущаешь. Так вот смотрите, разница огромная, представьте. В 23-м году, в 24-м и 25-м процессы с землей будут еще больше увеличиваться. Переходные стадии, если вы оставите прежнюю скорость в работе с собою, будут вас откатывать сюда. Вы не сможете туда выйти. Я вас сейчас предупреждаю просто. Почему? А устремленность слабая, приоритетность вообще там какая. Вы понимаете? Потому что слова сегодня не работают. Работает действие. Такое время. Нам нужно действовать. Нам постоянно действовать. То есть переключалки, и это, это практика. Это практика, инструмент. Внутренний мир гораздо, и отношение с самим собою гораздо тоньше, чем можно сейчас донести это. Вы же это знаете. Вот на какой процент, запишите, вы видите свой внутренний мир. угол отражения его. На какой процент? Радиус можно сделать. Вы видите свой внутренний мир. То есть вы можете себя охарактеризовать, где вы находитесь. это вам все подсказки, потому что из этих познаний, из самого себя вы выстроите нормальную схему, в чем надо быстрее сработать. понимаете, когда осознание, о, точно, я вот здесь вот не сказал, я вот здесь, а здесь мне нравится словами говорить, да, точно. А чувства, чувства, где чувства? То есть благодарность, говорят, из страха к создателю, благодарность, говорят, но никак не чувствуют, что при этом происходит во внутреннем мире. я вот куда сейчас подвожу-то. Это вопрос о деньгах, между прочим. То есть сегодня работают новые возможности. Это уже не работают прежние, поверьте, слова не работают. То есть, значит, нужно где-то какие-то механизмы запустить во внутреннем своем мире, чтобы это, твое мироздание начало крутиться вокруг тебя. понимаете? А вы еще смотрите все в отражении себя. То есть схожая ситуация, да, там. Это, это, это. Сколько еще надо влить энергии, чтобы так отражать еще на низких? Там же невозможен подъем. Вы поймите, о чем я говорю? Это так. И если вы видите, что я подхожу к этому вопросу с разных углов, нахожу какие-то слова, которые хоть как-то тронут вас, чтобы вы, это эго ваше усмирилось все-таки, наконец-то. Но если вы подливаете туда постоянно, как оно усмирится? Оно очень затаянное, оно очень лицемерное, оно очень такое, знаете как, изощренное. его уловить обладателю тела практически нереально. Но оно прям как над головой, понимаете о чем? Это же та минусовая программа, которую вы где-то поддерживаете в своем внутреннем мире. Я вот о чем. Вот на этих уровнях здесь уже нет отражения, он уже никак не сработает. здесь полная такая серьезная работа и становление своего будущего. вы даже знаете, насколько вперед его видите просто. Потому что вы работаете, смотрите внимательно, в моменте здесь и сейчас, смотрите, здесь и сейчас вы работаете в моменте не словами низкого диапазона, не словами низкого диапазона, послушайте, а именно высокими чувствами, то есть высочайшим доступом, иерархии, а туда только можно попасть именно в сочетании вот этих колебаний. А это отношение с самим собою, то есть во внутреннем мире. И чтобы себя обозначить так, как я сейчас говорю, вы должны иметь представление, что у вас в вашем внутреннем мире. Потому что бывает так, что отражение, и еще раз вам говорю, оно, отражение реальности идет только вот на этих этапах. Оно сюда не поднимется. А любая мысль, она сгоняет, понимаете? Она наоборот, это отражение делает, знаете, как будто это, как вам объяснить, сейчас по ситуациям. Есть ли в вашей жизни какая-то ситуация, которая вас травмирует? Потом вспомните. Бывает такое, знаете как? Вроде поймал эту легкость, и сидишь на ней. Ничего, это не развитие. Как бы это ни звучало. Здесь должен спектр идти. Колебания, чтобы раз, и все. А мы же говорим нахождение здесь и сейчас. То есть, помните этапы, когда мы принимали прошлое, перестали о нем говорить? Помните? Ведь каждый человек пришел именно с этим грузом прошлого. Помните? А сейчас мы даже о нем не вспоминаем. Как будто это, а почему? А потому что у нас сейчас сознание настроено на здесь и сейчас, когда формируется будущее. А там огромные мощи нужны. Огромные просто. Иначе вы его не сформируете. Значит, какой это такой человек, который знает, как сформировать будущее? Это что за такие ощущения там внутри? Я почему сюда? Во внутренний мир-то все больше. А вы как бы тело бегает. Возьмем один день. Делает, живет. Смотрите, а душа отдельно. Потому что они не вспоминают. А эволюция это вообще какое-то запредельное слово. Ну, может, где-то там, куда-то придем. Понимаете? Оно не в обиходе. А все, что не в обиходе, смотрите, это вот здесь вот. То есть и сам человек тогда держит себя на этих уровнях. То есть его внутренний мир не готов вот к более глобальному прыжку. Понимаете, о чем я? Потому что там заблудились отношения. Вот почему их говорят. Есть говорящие, есть думающие, да, а есть действующие. вот вам мудрость нового времени, да. Это этапы развития человека. И то, что мы стали с вами на эту, скажем, достаточно сложную дорогу, которая в то же время в небесной, как говорится, изобилии и процветании. Потому что это вложение, которым сегодня цены нет. И вы это скоро увидите. По-вашему, не только состояние. Состояние, это еще проба внутреннего мира. Туда нужно еще углубиться, для того, чтобы начать действовать еще больше. Ну, такое на неделю задание вам. Посмотрите, в каких случаях вам не хочется работать с собой. Это раз. Во-вторых, удается, как часто вам удается смотреть себя сверху. Мир-то легче увидеть, да, его недостатки. Смотрите. А свои очень сложно. Потому что вы углубляетесь во внутренний свой мир, а там очень сложно увидеть. Так вот я вам говорю, что вот тембр очень низкий. Энергия держит вас, как на воздушной кровати такой, знаете как? Она держит вас, чтобы вы не упали вот сюда в эти слова. Понимаете? Все имеет, каждый уровень имеет по миллиарду под уровней. Представьте. И нам это все нужно освоить. Значит, заковырка во внутреннем мире. То есть, невыработанное отношение с самим собою. поэтому это переносится на материальный мир. Материальный мир это семья прежде всего, да, и потом далее, далее по тексту. Да, мы сдерживаем себя, чтобы не включиться ни в какие там, ну, осуждения, там, мира, или еще что-то. мы выработали это принятие настолько, что мы не участвуем в этом. Не мы это делаем, не наша это реальности, да. Там много всего, но я про эго все-таки опять вернусь. Вот. Замысловатое, прятающее, еле уловимое, но оно присутствует. Вот представьте, это люди, которые носят огромные энергии. Академия Академия